МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Который временно оккупирован, находится под контролем так называемых ДНР, ЛНР. Но противная сторона, российская сторона, немедленно заявила о том, что его нанесла, конечно же, 19-я ракетно-украинская бригада. Украинцы, украинские фашисты, мстят своим людям, своим детям за то, что они хотят эвакуироваться из Краматорска. С нами на связи украинский журналист Дмитрий Гартон. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Я даже не могу описать словами, что я чувствую, когда в каждой новости, в каждом открытии, каждого шоу в российских новостях немедленно говорят, что какой ужас, столько погибших, как не стыдно, как страшно, что украинская армия убивает своих людей, как она им мстит. Вы считаете, что этому нужно что-то противопоставлять или закрыть, вот как страшный сон, отстраниться, не слушать. Вот что делать, когда вот так? Я считаю, что в мире есть огромное количество, в цивилизованном мире, средств. Специальные спутники Соединенных Штатов Америки, Великобритании и ряда других стран могут увеличить картинку и показать, что мы с вами кушаем. Поэтому все инсинуации, которые пытается сделать российская пропаганда, они несостоятельны, как и сама российская пропаганда, как и сама Россия, как и ее лидеры. Это люди, которым нельзя верить. Это люди, которые профессионально в течение многих лет врут. Это фашистская страна, у руля которой стоит лидер фашистской страны Путин, главный фашист. Это фашистская пропаганда. Поэтому всему нормальному цивилизованному миру пора сказать самому себе. Этим людям нельзя верить, этим людям нельзя доверять, с этими людьми нельзя договариваться. договариваться, этих людей нужно немедленно призвать к ответу. Спасибо, Дмитрий. То есть сначала, все-таки мы исходим из того, что сначала мы априори не верим, потому что уже однажды были заверения о том, что мы не нападем и никогда не пойдем, и не захватим, и этого не случилось. Захватили, пошли, агрессия произошла. Мы должны верить только по этой причине, тому, что они врут. То есть мы должны понимать, что они врут. И только потом проверять. То есть они априори врут, а потом проверка. Ну, априори верить им нельзя, просто вообще нельзя. Это первое. Но проверять нужно всегда. Ну, уже опубликованы кадры, откуда взлетают ракеты эти две, что такое точка АУ, есть ли она на вооружении у Российской Федерации. Ну, это все элементарно. Спутники над нами висят, я еще раз хочу сказать. И научно-технический прогресс позволяет нам увидеть, что у нас в тарелке, если мы сидим в кафе или в ресторане. В тарелке. Что уж говорить вообще о таких вот жутких террористических актах. Спасибо, Дмитрий. Я хотела бы обратиться к депутату Европарламента Расе Юкнявичной. Раса, здравствуйте. Вас уже обвинили в Европу тут же, обвинили сразу всех. То есть Украину в том, что она ракетой по своим людям переубивала. Вот 50 уже человек и пятеро детей среди них. Это Украина, это все была Украина. Она им мстила, потому что она фашистская, а люди хотели от нее спастись. Обвинили Европу, что Европа сразу же высказалась на стороне Украины. Не разбираясь, не вникая, не принимая во внимание, что точка У на вооружении, конечно же, никакой не российской армии, а только украинской. Высказала свое отношение. Вы, у вас хотя бы одна тень, вот, провеликнула сомнение в том, чьих рук это дело. Вот хоть немножко вы усомнились? Нет, конечно. Нет, конечно. И насколько я выросла в оккупированной Литве Советским Союзом, я знаю, что это такое ложь. Это государство было построено на лжи. Так что нам из этого государства, из Литвы, из этой части Европейского Союза, конечно, ни малейшего нету сомнения. И мы понимаем, что можно так лгать. Вот я рада, что и в других государствах, мои коллеги сейчас даже, с таких далеких государств, как Португалия, Испания и других, уже тоже понимают, что может быть такая ложь. И это сейчас уже большая разница, чем было до этой войны. Поэтому я соглашаюсь с тем, что 21 век — это уже всё видно из космоса, из спутников. И они лгут это больше для своих. Для тех людей, 70% россиян, которые никогда не были никакой за границей, которые живут только у телевизора, им очень важно, чтобы этот тыл, как они говорят, тыл главнокомандующего, этого военного преступника Путина, чтобы этот тыл верил на то. И мне это, кстати, удивительно. Я думала до войны, что если Россия нападёт на Украину, это будет совсем другое, чем было с Крымом или с другими там, с Сирией, например, потому что это далеко, это не касается россиян. Я думала, что если Россия нападёт на Украину, то в России люди будут реагировать и негативно будут реагировать. И вот сейчас мне удивительно, как сильно эта ложь, которая сейчас увеличена сто раз, чем было этих восемь лет. Я, кстати, из тех, которые следила все эти восемь лет, что они там говорят. И мне удивительно, вот как действует эта ложь. Это как было, наверное, во Вторую мировую войну, когда говорили Геббельс и другие, что это очень большая ложь, она просто не может, люди не могут поверить, что это ложь. Вот такую ложь они сейчас представляют, представляют в первую очередь своим людям. Им наплевать на то, что мы думаем. Им самое главное, чтобы люди в России верили в то, что они говорят. Ну, это очень правильные вы говорите вещи, потому что я, когда сегодня смотрю всё, что касается Краматорска, по федеральному телевидению в России, я понимаю, что люди, ну, когда вам просто на голубом глазу говорят, что вот-вот-вот они убийцы, вот у нас ракеты нет, что это совершенно точно, что 50 человек, то даже те, кто был против этой войны, думают, ну, как же не отомстить, ну, как не пойти, как не отомстить, ну, это же уроды, это фашисты, это звери, их нужно действительно, их нужно уничтожить. То есть, конечно, когда вам 24 часа это говорят, у вас такие мысли возникают. Да, конечно, да, конечно. Я сама вот, когда рассказываю своим коллегам в Европарламенте, потому что мы, вот, как видите, понимаем на русском, можем говорить, можем понимать и тем, которые не читают и не смотрят российские эти каналы, им просто, просто они не могут даже поверить, что люди верят в это. Да, да. Да, раз спасибо, я сейчас хотела бы объяснить, почему, ну, мы всегда рады, конечно, видеть Дмитрия Гордона в нашем эфире, но сегодня особый повод для его приглашения, потому что Дмитрий Гордон получил номер, номер 3427. У Дмитрия Гордона теперь списки террористов Российской Федерации под этим номером. Давайте посмотрим сюжет. Росфинмониторинг внес украинского журналиста Дмитрия Гордона в список физических лиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Согласно законодательству, банки замораживают их средства и приостанавливают обслуживание. По данным Следственного комитета, Гордон в прямом эфире украинского телеканала призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия. До недавнего времени Дмитрий Гордон неоднократно выступал в эфире российских телеканалов, пытаясь доносить альтернативную точку зрения. Чем вы руководствуетесь, когда вы стали регулярно появляться на российских федеральных каналах? Благодарю вас за вопрос. Я появляюсь на российских федеральных каналах, как вы понимаете, не по своей инициативе. Меня приглашают выступать. Я использую это для того, чтобы донести свою точку зрения человека, который любит свою родину, Украину, и который является патриотом своей страны. Несмотря на специфическую манеру дискуссии на российских каналах, Дмитрий Гордон пытался сдержанно призывать к диалогу. Уже целый ряд людей заявили о том, что они готовы разговаривать с Путиным один на один. Тот же Зеленский это сказал, тот же Смешко это сказал, еще несколько человек. Поэтому я думаю, что этот разговор неименуемо будет. Но он должен быть на равных, и он должен быть о том, чтобы Россия убиралась прочь с территории Украины. Зеленский на равных — это смешно, конечно. С Смешко уже прилетело за то, что он решил поговорить с Путиным. Очень часто последним аргументом ведущих в дискуссии с Дмитрием Гордоном становился экстренный уход на рекламу. 22 марта Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело по трём статьям УК РФ. О публичных призывах к развязыванию агрессивной войны, действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности, а также о публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях Вооружённых сил Российской Федерации. Как долго можно ещё на Украине людям простым продавать эти байки про российскую агрессию? Ну, просто по-человечески попытайтесь ответить на этот вопрос. Люди ещё не устали от вот этой вот мысли, которую вы навязываете им в столь агрессивной, каждодневной форме. Ольга, по-человечески вам скажу. Смотрите, существуют вообще правила жизни даже в лесу. И существует правила дорожного движения. И в отношениях между странами тоже существуют правила. И сельсинские соглашения существуют и так далее. Крым – это Украина, Оля. И Донбасс – это Украина. Ваша страна пришла на мою территорию, на территорию моей страны и забрала её. Это не агрессия, вы считаете? Это что? Это пришли, просто украли и как? После вторжения в Украину в России приняли поправки в Уголовный кодекс о штрафах и тюремных сроках за так называемые фейки о российской армии, антивоенные действия и призывы. Согласно УК РФ, называть специальную военную операцию войной запрещено. Ну, вы видите, что этот террорист вёл свою террористическую деятельность прямо в федеральном эфире. Его охотно приглашали. Я даже думаю, что за ним охотились, чтобы он приходил и вёл свою деятельность. Теперь это уже официально признанный террорист. Дмитрий, ещё раз здравствуйте. Ещё раз. Здравствуйте ещё раз, Дмитрий. Вот это признание уже вас зафиксировали. Вот не просто террорист, который приходит в эфир в федеральных каналах, но ещё и записан. Вот записан, чтобы все знали, кто это. Вы когда будете приходить теперь, видимо, в эфир этих самых каналов, под вами будет подписано, что вот вы из этого списка. Вы считаете, почему вот эта охота на вас приняла вот такой характер? Почему именно на вас? Чем вы опасны для них в данной конкретной истории, в этой войне? Елена, ну я должен сказать, что я был в эфире российских федеральных каналов последний раз года два с половиной назад. И был всего раз 10-12, не более. Я соглашался участвовать по скайпу в эфире. Я сказал, как только меня начнут перебивать, я сразу отключусь. Это первое. И второе. Я всегда высказывал ту точку зрения, украинскую точку зрения, которую я хотел донести до оболваненных путинской пропагандой россиян. Конец наступил, когда я в эфире у Скобеева и Попова сказал на весь мир, что Путин преступник. Это видео у меня в Ютубе набрало больше 10 миллионов только. Почему они сейчас решили мне впаять уголовное дело и назвать меня официально террористом и экстремистом? Потому что количество подписчиков моих Ютуб-каналов, Фейсбука, Телеграма, ТикТока, Инстаграма, а также сайт Гордон, который я основал, превышает 10 миллионов. То есть только количество подписчиков больше 10 миллионов. И та информация, которую я и наши журналисты даем на носителях вот этой большой империи, конечно, повергает руководителей россиян в шок. Потому что мы пытаемся донести правду не только до тех, кто знает, что это правда, но и до тех, кто оболванен, повторяю, путинской пропагандой. И, конечно, это смерти подобно для Российской Федерации. Они заблокировали сайт Гордон на территории России вскоре после начала войны. Они после моих выступлений на дожде и эхе Москвы закрыли дождь и эхо Москвы после того, как я им рассказал в первые же дни войны все как положено. И да, для них это оружие, и они пытаются против этого бороться, против этого оружия. Но я хочу сказать, что они мне только соли на хвост насыпали. Тем более, что сейчас они меня объявят в международный розыск, но, опять-таки, мне этот розыск не страшен, потому что государства Россия скоро не будет. Эта бензоколонка развалится непременно, потому что под натиском героической украинской армии и беспрецедентных западных санкций у этой бензоколонки другого выхода, кроме как развалиться, уже не останется. — Дмитрий, вы знаете, я сейчас выступлю в роли Валентины Леонтьевой. Вы помните, такая передача была «От всей души»? — Да, конечно. — Вы тоже ее, конечно, помните. И познакомлю вас с человеком из этого же списка. Я хочу сказать, что между вами человек из списка, сейчас вы его увидите, у него номер 8408. Между вами, вот вы 3427, 7641 — это Алексей Навальный, и 8290 — Андрей Пиантковский. То есть, вот, например, сегодня, да, сегодня в вашем эфире я видела ваш диалог «Террорист, террористу глаз не выклюют», можно было его назвать. И вот сейчас вы познакомитесь с Прокопьевой Светланой Владимировной. Светлана Владимировна, здравствуйте. 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 Светлана, вот познакомьтесь с вашим коллегой по списку, и, пожалуйста, объясните нам, что это такое «быть» в этом списке, что это значит, что это влечет для гражданина… Тут самое интересное, что Дмитрий не является гражданином Российской Федерации. — И у меня нет никакой собственности в России, нет никаких счетов и так далее. — И нет никакой собственности, ни счетов, ничего этого нет. Вот как вы считаете, вы как уже опытный человек, состоящий давно уже в этом списке, как вы считаете, как можно его наказать включением в этот список? — Ну, я боюсь, что совершенно никак, абсолютно. То есть даже меня, гражданина России, это не то, чтобы прям наказала. Ну, да, наказала, потому что у меня были изъяты мои счета, и я не утратила доступ к своим деньгам. Причем это была только что перечисленная зарплата на тот момент, было прям-таки обломно. Вот, но буквально-таки это, да, ну, наказание на один месяц. После этого я нашла способ получать зарплату каким-то другим способом, и все пошло, жизнь пошла дальше, как она и должна была идти, да. Насколько я знаю, у меня наложен еще и арест на мое имущество, то есть я вряд ли смогу продать какую-то крупную недвижимость или что-то еще. Я ничего пока не собираюсь продавать, к счастью. Светлана, Светлана, вы бы еще описали эту свою крупную недвижимость, которую, по их логике, нельзя продать. Ну, хрущевку свою, например. Вот этот вот участочек, на котором вы там что-то выращиваете. Ну да, я бы не смогла продать. Я прошу прощения, я Светлану перебью. Конечно, Светлана, у вас явно лицо террориста, да еще экстремиста. Это видно по лицу, вы чистый террорист. Чистый, да, чистый. Я хочу сказать, что они настолько бессовестные уже, эти пропагандисты, те, кто определяет лицо пропаганды. Они через телеграм-каналы запустили информацию, что у Гордона с 2014 года шикарная квартира 300 метров у Красной площади. Я хочу сказать, ну, конечно, у меня никогда не было ничего в России, и не будет, и нет. И в ответ я бы хотел сказать, что можно было точно так же написать, что у меня апартаменты в Кремле, и вообще мавзолей принадлежит мне, и при случае я его выгодно продам вместе с телом, который... Если вам разрешат, вам должны еще справку дать, что вам разрешается продать этот мавзолей. Нет, когда Россия развалится, разрешение будет спрашивать не у кого. А я могу тоже насчет имущества. Конечно, да, пожалуйста, Тараса, да, вам тоже слово предоставляется, хотя вы все еще не в списке, вы как бы выпали у нас из компании сегодня. Но у меня есть. Я не въездная в Российскую Федерацию, но у меня есть. У меня есть могила моего дедушки в 42-м году. Он умер в решетах. А еще в Алтайском крае, где-то в Тайге, лежит маленький брат полтора года моей мамы. Вот это я хотела бы навестить чаще. Но вы не можете въехать, да, несмотря на то, что вы не включены в этот список, вы не можете въехать в Россию по какому-то другому списку, видимо. Из тысячи литовцев, у литовцев есть такое имущество. Понятно. Понятно. Вы знаете, уважаемые коллеги, я бы хотела, чтобы вы сейчас послушали опрос московских прохожих. Мы их спрашивали, потому что, ну как вы догадываетесь, вот в этом списке, я специально эту цифру для себя выписала, всего в списке 11 973 человека. Почти 12. Но, кстати, я должна сказать, что из них 40 Абдулаевых. Вот почему-то фамилия Абдулаев подряд встречается 40 раз. Не знаю почему. Мы... Вот, да, 40, нет, но они немножко меняли имена там Абдулаевых, но вот Абдулаевых больше всего среди террористов. И мы... А мы спрашивали прохожих, как вы считаете, кого включают в эти списки? Вот они же список не читали. Вот давайте послушаем, что они отвечали. Это экстремисты и террористы, те, кто идут против народа. Мне кажется, не совсем угодны власти людей, ну, которые, может, чем-то мешают или, ну... Так сказать, препятствуют. Тех людей, которым не нравится правительство и которые против, наверное, всего народа. Вы знаете, ну, насколько я владею ситуацией на данный момент, в моем представлении, что и ИГИЛ, и то, что сейчас на Украине происходит, это все равно действие, все равно какой-то единой организации, только по разными названиями, скажем так, что ИГИЛ... ИГИЛ, да, для меня это тоже нацизм. Да, для меня конкретно, да. Тех, у кого есть смелость высказывать свое собственное мнение и не бояться. Если честно, я далеко от Путина, вернее, а не от Путина, а вообще от политики. Путина я поддерживаю, а остальные мне по боку. И Путину спасибо за то, что нас здесь не расстреливают и не взрывают. Это, наверное, бандиты какие-то, я не знаю. Как можно кого-то объявить террористами? Это же люди, наверное, бандиты, подготавливаются к этому. А, может быть, вы слышали про такого журналиста Дмитрия Гордона? Да, слышала, да. Как вы думаете, он похож на террориста? Ну, что вы, нет. Нет, но он и есть информационный террорист. Я думаю, что нет, но от него идет информационная какая-то информация, которая направлена на вражду между Россией и Украиной. Но, если честно, нет. У него могут быть какие-то негативные качества, но на террориста и человека, который подрывает власть, точно нет. Он на фрика больше похож. Поэтому не знаю, какую он реальную угрозу несет, но информационно только, если и все получается. Не знаю, может считается это терроризмом информационной угрозой. Вы знаете, я удивилась, что он предатель. Я удивилась, что он стал предателем. Потому что как-то всегда к нему хорошо относились. А сейчас оказывается. Ну, вот, Дмитрий, вам слово. Вы услышали характеристики, которые здесь прозвучали, в том числе и ваш адрес. И как вам кажется, люди, они вообще не знают о том, кого включают в эти списки. У меня какое-то ощущение, что они не знают. То, что вас туда включили, это же мы подсказывали, как вы понимаете. Вы знаете, подавляющее большинство россиян живет тем, что увидят в телевизоре. В телевизоре они видят Соловьева, Скобеева, Попова, Симоньян и прочую гадость. Это не люди. Это воины российского информационного спецназа, на руках которых кровь украинцев и не только украинцев. Они несут точно такую же ответственность, как и Путин. И если Путин когда-нибудь окажется на скамье подсудимых, во что я верю, рядом с ним все они будут сидеть. Поэтому что требовать от людей, у которых есть односторонняя информация, а все остальные источники информации перекрыты? Конечно, будь люди умными, они бы залезли в интернет, посмотрели бы другие варианты информации. Но люди ленивые по натуре, они хотят, чтобы им что-то положили в рот и за них и разжевали. Вот телевидение им кладет в рот, за них жует. И в результате мозги большинства россиян набиты у кого опилками, у кого трухой, а у кого манной кашей. Причем не свежей. Вот и результат. Спасибо. Я хотела бы узнать реакцию Светланы Прокопьевой на этот опрос. Свет, вы, насколько я вас знаю, вы так даже иногда гордо говорите, что вот я террорист. Чтобы шокировать, вы прекрасно знаете, вы не террористическое впечатление производите, чтобы шокировать аудиторию. Вы, когда услышали, как люди себе их представляют и подумали о себе, вот соотнесли, наверное. Ну, конечно же, это все не про терроризм вообще. Его же включают по формальным основаниям. И вот Дмитрий там оказался неблагодаря, честно говоря, в каком-то особом отношении государства. Благодаря особому отношению государства у него три уголовных дела по трех статьям. И одна из этих статей, она как раз входит в тот период, который на нашем сайте 150-монитаре вычисляется, 282-я, по которой можно включить в список вот этого родственного монитора. Это совершенно формальное действие. Тут не нужно быть даже, честно говоря, подозреваемым, обвиняемым и тем более осужденным. Достаточно привлечения в качестве подозреваемого. Вот как я попала, собственно говоря, еще до предъявления обвинения. Это просто формальная история. То есть заводится уголовное дело, и следственные органы сообщают в Росфинмониторинг о том, что товарищи, у вас новый клиент. Принимайте, назначайте номер, налагайте все прочие ограничения. Я знаю, что многие из людей, которые в этом списке оказались, ну там свидетели Ягова, например, ну это пенсионеры, у многих даже банковских карточек особо-то и не было. Они уже не заметили, что они в этом списке. Или, например, моя коллега по 205-й статье точка 2 Надежды Белова, мы с ней разговаривали, она говорит, ну я как-то и не пользовалась никакими банковскими услугами, никакие кредиты никогда и не брала, ну и не надо, ну и пускай. То есть это такая мера как бы мелко подгадить людям. Ну кому-то подгадили, кому-то не подгадили. Ну такая скорее пиар-акция, мне кажется, это все, а не реальная попытка наказать, преследовать, защитить государство, граждан как-то оградить от терроризма. Это все не имеет отношения к терроризму как таковому. Да уж, это мы... Такие пиар-акции. Пиар-асты. Да, интересно. Нет, я не знала этого термина. Теперь мы будем знать, как они называются. Но хотела бы я, чтобы вы рассказали о вчерашней, о вчерашней резолюции более подробно, потому что там очень серьезные вещи. Да, вчера Европейский парламент, который не является ведь органом, который налаживает санкции на одно или другое государство, это делает члены Европейского союза, государства, у которых есть отдельный совет. Но все-таки Европарламент — это много парламентарий, людей, выбранных прямо в государствах европейских. И это мнение, очень важное мнение. И я бы сказала, что вчера был такой революционный момент в хорошем смысле в Европейском союзе. И Европарламент стал таким лидером обобщенного мнения и тех людей, которые нас выбирают. И не только из так называемых восточных государств. Более 500 членов Европарламента голосовали за то, чтобы Европейский союз без отложений. Уже были бы санкции и эмбарго, полный эмбарго на нефть, газ, уголь и даже нуклеар, атомные системы, которые покупаются тоже из России. И это было... Я еще два дня до этого голосования даже не подумала бы, что было бы такое голосование. Но вот этот второй этап, как бы я сказала, войны против Украины изменило очень многое. Сейчас большинство и людей в европейских государствах, и мы, европарламентарии, понимаем, что это война не только Украины против России, против Украины, что это и наша война. И поэтому платить этой военной машине России нельзя, больше нельзя. Я не уверена, что очень скоро эти все санкции, на которых мы настаиваем, уже будут в реальности. Но все-таки это очень важная воля была изложена в Европейском парламенте. И не только поэтому. Это самое главное было. Был отдельный такой амендемент, за которого мы голосовали, а потом и за всю резолюцию. Но там есть больше сказано. Просто все, про что мы до сих пор все время говорили и вели такой, как бы сказать, второй фронт в самом Европейском Союзе. Потому что, ну, к сожалению, я должна сказать, что многим государствам, которые подальше, наверное, от этой войны, им не все так было ясно, как ясно стало после того, что случилось вот в воскресенье и что сейчас случается в Крематорске. Потому что сейчас уже всем понятно, что это такое и что уничтожается народ украинский. И там и про свифт говорятся, там говорятся и в этой резолюции и про трибунал. Там вся ситуация изложена. Вот и сейчас, когда в Киеве, в Украине с визитом является и Русула Вандерлайн с Боррелем, это уже тоже, как бы сказать, ломается все. К сожалению, к сожалению, тысяча людей погибло. И мне всегда я прошу прощения у тех людей, которые погибают и теряют своих родственников, потому что мы все эти годы не были сильными достаточно. Мы из Литвы, из других государств, которые всегда говорили про Путина, всегда говорили про то, что идет, но как-то не было этого достаточно, прислушались к этому. И вот про это сейчас понимают, конечно, и про, как мы говорили, про эту информационную войну сейчас. Но самое главное, конечно, не резолюции. Сейчас самое главное — это оружие. И об этом говорится в этой резолюции. И я думаю, что самое главное сейчас время, чтобы это оружие поступило в Украину как больше, быстрее. Я, кстати, хочу вам сказать, что даже в начале этой войны это случилось впервые в истории Европейского Союза, когда Европейский Союз выделил деньги на оружие. Этого не было никогда до этого времени почти, чтобы Украине и соседним государствам выделялись деньги. Конечно, их недостаточно. И мы говорим в этой резолюции про то, что надо гораздо больше выделять. И самое главное, что я хочу сказать, что это значит, эта резолюция, потому что сейчас нашлась вера во многих государствах у политиков, что мы можем эту войну выиграть. Мы можем помочь Украине выиграть эту войну, что это наша война. Вот на этом мы работали все эти недели, чтобы уверять наших коллег из таких государств, как Германия и другие, что это самое главное сейчас. Рэза, спасибо вам за этот рассказ о том, что произошло вчера. И я бы хотела узнать мнение Дмитрия Гордона. Все-таки, Дмитрий, по поводу всех этих санкций. Во-первых, вы отлично знаете, что говорят в России, что нам это слонодробина, что рубль... Тут у нас рубль укрепился, вы знаете, да? Там до 70, и вообще будет 65. Его невозможно этот доллар купить. То есть, может быть, вы этого не знаете, но вы можете его купить в своем банковском кабинете по этому курсу, но вам его никогда не выдадут уже. А при этом, если вы вдруг захотите его купить с рук, то как в Советском Союзе вас накажут в уголовном порядке? То есть они как бы растворили. Сама валюта, она как бы вроде подешевела, но растворилась при этом в пространстве. Ее больше нет на территории Российской Федерации, и никто из россиян, кто собирается путешествовать, он не может уже запастись ее в наличии этой валюты. Но объясняют, что прорвемся, что вот посмотрите, сколько на нас навалили санкций, они... А у нас все в порядке, ну, сахар будет, соль появится. Что вы думаете, достаточно ли того, что происходит? Как вы оцениваете все-таки степень воздействия того, что уже Евросоюз и Соединенные Штаты принимали на Российскую Федерацию, и ее готовность отступить во всей этой истории страшно? Лена, для меня откровенность, что рубль еще существует, и что кто-то из россиян еще собирается куда-то путешествовать. Это вообще за пределом моего понимания. Но это шутка. На самом деле, хотя эта шутка скоро станет реальностью. Я хочу сказать большое спасибо за поддержку Украины, прежде всего Соединенным Штатам Америки, в Великобритании, Польше, Латвии, Литве и Эстонии. Эти страны явились с локомотивом помощи Украине, и Украина никогда не забудет об их поддержке и помощи. Никогда. Я хочу сказать, что целый ряд стран, в том числе стран Евросоюза, таких как Венгрия, лично меня разочаровал. Лицо Орбана видеть больше не могу и не хочу. Это негодяй. Последний негодяй. Простите за непарламентское выражение, но у нас война, и парламентских выражений я не могу и не хочу допускать. Россия инфицировала своими нефтедолларами огромное количество западных политиков, огромное количество лидеров мнений на Западе, журналистов и прочих людей, определяющих политику этих стран, подвязаны под российские деньги. Они их получают много лет. И когда бывший канцлер ФРГ Шрёдер и бывший премьер-министр Франции Фион работали в нефтегазовых российских структурах, о чём ещё вообще можно говорить? Вот эта инфильтрация агентурой российской, на которую Европа стыдливо закрывала глаза, она зашкаливала. И я надеюсь, что сейчас это прекратится. Что касается санкций. Санкции — это прекрасно. Я не ожидал такого решительного движения по санкциям от Евросоюза, да и от Соединённых Штатов Америки. Но сегодня надо понять. Россия ежедневно получает от продажи своих нефтепродуктов, газа, энергетики и так далее миллиард долларов в чистом виде. Каждый день. Поэтому все санкции оказались недостаточными. А чтобы они были достаточными, нужно полностью, немедленно отказаться от российской нефти, газа, угля и энергетики. От всего, связанного с Россией. Пусть удавятся на своей нефти и на своём газе. И дышат своим газом. Это первое. Второе. Надо безотлагательно дать Украине всё самое лучшее оружие. Украина сама завершит то, что она начала. Украина в состоянии это сделать. Дайте нам оружие. Потому что сегодня в мире идёт Третья мировая война. Если кому это ещё непонятно, я хочу сказать. Сегодня идёт Третья мировая война. И Украина стоит на страже интересов всего цивилизованного мира. Это война цивилизаций. Война передовой западной прогрессивной цивилизации. И война цивилизации отсталой, конченной цивилизации, которая занималась геноцидом собственного населения много лет. И то, о чём говорила раса, о её родственниках, которые лежат в российских полях где-то. Это же всё геноцид, который Россия осуществляла много-много лет против своего населения. Результатом которого стали миллионы, десятки миллионов жертв. Людей, не согласных с существующим режимом. В результате чего произошла отрицательная селекция населения. В результате чего мы видим этих орков, которые прут к нам в Украину. И занимаются убийствами мирных жителей, мародёрством, грабежами. Я такого, честно говоря, я имел представление о России. Но такого представить себе, эти рожи страшные. Страшные, в смысле, обезображенные отсутствием интеллекта. Это поведение недостойное мужчин, недостойное офицеров, недостойное солдат. Это страшная история. Поэтому, обращаясь ещё раз к цивилизованному миру, я прошу от имени Украины. Дайте нам самое современное оружие. И прекратите покупать у России что бы то ни было. Пусть удавится. Чем быстрее, тем лучше. Дмитрий, я бы предложила сейчас всё-таки у нас подчинился сюжет с полным набором этих санкций. Мы его посмотрим и продолжим обсуждать. Россия стала страной, на которую наложено наибольшее количество санкций. В современной истории. Поводом для их ведения стала война, начатая Россией против Украины 24 февраля. А также признание так называемых Донецкой и Луганской народных республик. По подсчётам экспертов, сейчас в отношении российских бизнесменов, компаний и политиков действует более 6000 санкций. Их список продолжает расти. Первый пакет санкций от Евросоюза был принят 21 февраля, после признания независимости ДНР и ЛНР. Тогда в санкционные списки попали все депутаты Госдумы, проголосовавшие в поддержку обращения к президенту Путину с просьбой признания. Кроме них, в списки попали 27 физических и юридических лиц, которые сыграли роль в подрыве или угрозе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины. В том числе Сергей Шойгу, Андрей Костин, Игорь Шувалов, Мария Захарова, Маргарита Симонен, Владимир Соловьёв, Агентство интернет-исследований, Банки Россия, Промсвязьбанк и ВЭП. Также Евросоюз запретил финансирование российского правительства и Центробанка. После начала войны 24 февраля Евросоюз принял решение о дипломатическом бойкоте России. Всего из стран Союза выслали и признали персонами Нонграда 301 российского дипломата. 25 февраля Евросоюз принял второй пакет санкций, затрагивающий финансовые, энергетические, транспортные и технологические секторы, а также визовую политику. В частности, были введены персональные санкции против первых лиц российской политики президента Владимира Путина, министра иностранных дел Сергея Лаврова, премьер-министра Михаила Мишустина и министра обороны Сергея Шойгу, заместителя председателя Совбеза Дмитрия Медведева, спецпредставителя президента Сергея Иванова, главы МВД Владимира Колокольцева, предусматривающие заморозку их активов. 26 февраля председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о введении третьего пакета санкций США, ЕС, Канады и Великобритании. Страны договорились, что они замораживают резервы ЦБ РФ, находящиеся в банках страны G7. По данным аналитиков, это до половины всей суммы резервов Центробанка. Кроме того, страны отменили программу золотых паспортов для инвесторов из России и отключили часть российских банков от системы SWIFT. 9 марта третий пакет санкций был расширен. В список персональных санкций добавили 160 лиц, 146 членов Совета Федерации, голосовавших за ратификацию соглашения с ДНР и ЛНР, и 14 олигархов с членами семьи. 15 марта Еврокомиссия объявила о введении четвертого пакета санкций. Под запрет попали импорт российской сталелитейной продукции, любые сделки с рядом государственных предприятий, связанных с ВПК, инвестиции в российский энергетический сектор, за исключением ядерной энергетики, экспорт предметов роскоши из ЕС в Россию. Четвертый пакет санкций предусматривал и персональные ограничения для 15 человек. В этот список попали Герман Хан, Константин Эрнст и Роман Абрамович, которому пришлось попрощаться с футбольным клубом «Челси». 5 апреля стало известно о пятом пакете санкций, который включает запрет на импорт российского угля, запрет на транзакции с четырьмя крупнейшими российскими банками, среди которых будет и ВТБ-банк, отказ от импорта из РФ, ряда товаров и сырья, вроде древесины, семян, морепродуктов и алкоголя, запрет российским компаниям участвовать в европейских публичных закупках. 7 апреля Европарламент провел свое заседание, на котором призвал Евросоюз ввести полное эмбарго на российскую нефть и газ. Резолюция, принятая на заседании, стала реакцией на резню в буче. Европарламент призывает вести немедленное и полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, целиком отказаться от Северного потока-1 и Северного потока-2. Энергоносителей в ЕС в кратчайшие перспективы, в короткосрочной перспективе, говорится в тексте. Несмотря на бурные обсуждения и споры, резолюция была принята. За нее проголосовали 513 евродепутатов. Против было 22 парламентария. Еще 19 воздержались. Вот еще раз я напомню, что российские средства массовой информации объясняют людям, живущим в Российской Федерации, что вас это никак, видите, не касается, не коснется. И посрамлен Байден, который говорил, что доллара 200, а он уже 60. Поэтому я хотела бы спросить Светлану Прокопеву, жительницу города Пскова, у нее там друзья и семья, и Свет. Люди-то замечают, что санкции появились? Или не замечают, как жили, так и живут? Нет, ну, конечно, замечают. Это невозможно не заметить, потому что в первую очередь все это пошло в цены. То есть цены выросли чудовищно на самые обычные позиции, там, в два раза, в три раза какие-то. Какие-то товары стали пропадать. Я, конечно, не исключаю, что здесь большее значение, наверное, имеет момент паники, да, когда народ просто кинулся скупать все, что не попадет, потому что, да, мы не называем войну войной, мы говорим специальная военная операция, но все знают, что когда война, надо скупать сахар, соль, спички, вот это все. И это все реально стало пропадать, там, подсолнечное масло только исчезает. Цены выросли чудовищно. Стали пропадать какие-то лекарства первой необходимости. Мы уже писали об этом несколько материалов. Плюс уже начинают закрываться предприятия. Сначала это были магазины, теперь это будут, походу, уже и заводы. Люди будут терять работу. То есть эффект санкций, он будет нарастать, 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 и он коснется рано или поздно, конечно же, всех. Вот. Но я обращу внимание, что парадоксальным образом санкции в первую очередь и наиболее заметно ударили сейчас как раз по тем людям, кто с Путиным не согласен. И давно попытался отстраниться от Путина, от России, уехал из России и жил где-нибудь в других странах за границей. У этих людей резко перестали работать в банковские карточки. И человек, будучи в эмиграции, оказывается лишенным практически средств существования и не может открыть себе зачастую даже новый банковский счет. Но эти люди как раз, что называется, не гундят, а прекрасно понимают, что, ну да, вот эта ответственность, которую они несут, как граждане страны-агрессора. Увы, это так и есть. Я не хочу сказать, что они это заслужили, эти санкции, конкретно вот эти люди. Но, тем не менее, они принимают на себя эту ответственность тоже. А для тех, кто остался внутри страны, мне кажется, эффект будет нарастающим, и чем дальше, тем больше. — Света, спасибо. Я бы у РАСы переадресовала РАСе ту просьбу или обращение, или констатацию, о которой говорит Дмитрий, что очень большие суммы и бюджет Российской Федерации составляют, конечно, эти платежи за энергоносители. И откажитесь, откажитесь. Ну, я знаю, что вы пытаетесь отказаться, но ваши люди, ваше население вас в этом поддержит, европарламентария, в том, что мы откажемся. А чем заменить? Они поддержат вас, или у вас тоже начнутся какие-то внутренние недовольства? Ну, вот Литва, Латвия, Эстония уже отказались от газа. Мы были первыми в Европейском Союзе, потому что вот как раз правительство, в котором я работала в 2008-2012 году, как раз начали эту программу насчет энергетической независимости от России. И до этого у нас была только одна труба газа, 100% мы были зависимы. Мы видели эту путинизацию, которая охватила, как сейчас видим, всю Европу тогда уже, как они давили во время всех выборов, как они хотели. И вот как раз это было оружие, это энергетические ресурсы, это было самое главное политическое оружие давить на такие государства. И цель была, чтобы во всех государствах было более или менее зависимы от России политики, которые бы тогда могли делать политику и в НАТО, и в Европейском Союзе такую, какую им хочется. Вот сейчас и видим Венгрию, как пример этого. И, конечно, к сожалению, Германию. Вот эта политика, которой сейчас мы иногда и шутим, ну такая шутка через, как бы сказать, слезы, потому что это самое ведущее государство в Европейском Союзе, самое могущее. Ее экономический потенциал очень важен и для Украины, кстати, и для будущего Украины. И, конечно, есть дилемма сейчас такая вот насчет, например, газа. Если остановятся там все те заводы, которые промышленность, которая очень зависима стала от российского газа, конечно, никому не будет от этого лучше. Мы понимаем, что надо будет времени. И поэтому германское правительство сейчас говорит про две терминалы жиженого газа. А мы построили этот терминал еще вот несколько лет назад. Начало наше, не мое, но правительство Андрюса Кубилюса. И мы сейчас вот мы можем эти решения принимать. Вот и в Европейском Союзе сейчас большая дилемма по этому поводу. Но мы все равно говорим про то, что моральная ответственность, что мы платим 90-800 миллионов евро каждый день от Европейского Союза этой машине, но это просто невозможно, даже если и будут последствия экономические. Это несравнимо с тем, что сейчас происходит вот с этой машиной. И это путинизация через газ особенно и через нефть. Но вот отказаться от нефти совсем легче, потому что это есть альтернативы. Большие альтернативы всюду в мире можно взять, можно заменить. И это 70%, кстати, этих денег, которые оплатит Европейский Союз России, это составляет нефть. И вот мы как раз про это сейчас, самая главная битва идет, чтобы Европейский Союз отказался от этого, хотя бы государства дельные отказались бы как можно быстрее от этой платежи. И, конечно, этим начинается депутинизация Европейского Союза. А к Шрёдеру, например, я услышала впервые в дебатах в среду, некоторые депутаты говорили про то, что санкции надо и таким людям, как Шрёдер. Потому что они сделали такой большой вред для Европейского Союза. У нас в Литве тоже были такие люди и есть такие люди. Очень хорошо, что они сейчас не у власти. Но все-таки вы спросили про людей, да? В демократиях вот на это и играет Путин. Он понимает, что такие кризисы для демократии, они иногда бывают смертельными для тех политиков, которые у власти сейчас. И будут цены повышаться, и, наверное, и туристические сезоны будут нелёгкими для людей. Там всё в порядке. Там озеро Байкал уже предложено, так что нормально. Да, но вот в Треции и в других государствах, конечно, будет нелёгко. И надо, и мы про это уже говорим, что надо очень откровенно людям говорить. Но мой последний тезис. Опросы в таких государствах удивили даже и нас, как Франция и Германия. Показали, что большинство людей, 60-63, даже больше процентов, около 70% по всему Европейскому Союзу людей, а не за то, чтобы Европейский Союз отказался бы от энергетических ресурсов из России. И это, конечно, помогло тоже принять эту резолюцию, потому что, как я уже сказала, в демократиях, конечно, политики очень зависимы от мнения тех людей, которые их выбирают. Поэтому очень важно, что делает свободная пресса в этих государствах, как они рассказывают людям. От этого очень сильно зависит. И я думаю, что вот украинские люди, такие вот как вы, Дмитрий, и другие, которые понимают, что это значит, работали бы сильно с людьми, с журналистами этих государств, чтобы это не ушло бы на второй план какой-то, и чтобы люди не устали. Раз и спасибо. Я просто хочу еще успеть. У меня остается минуточка спросить. Дмитрий, Дмитрий, как вы думаете, вот это, знаете, вот известная риторика с основой, с опорой на Великую Отечественную войну, на генетическую память, что ваши отцы и деды терпели, и вы терпите. Вы затянете пояса, вспомните, как они страдали. Она будет работать? Для дураков — да. Для терпил — да. Но если вы терпилы — терпите. В 21 веке, когда всем доступны блага цивилизации, когда крупнейшие города России жили уже лучше, чем некоторые американские города, ну я вам хочу сказать, Москва же жила вообще потрясающе. Казалось бы, Путин, да что тебе не хватает? У тебя 150 или 140 долларов баррель. Ты купаешься в нефтедолларах. У тебя все хорошо. Но русские так устроены, что как только у них появляются деньги, у них откуда-то появляется эта тяга к величию. Величие надо. Денег мало. Надо еще величие. Рейган когда-то, великий человек, показал Советскому Союзу, где их величие. Обрушил цены на нефть, на газ, и Советский Союз посыпался и рассыпался. Вот этого сегодня пока не хватает западному миру. Показать Путину его место и показать России их место. Россия не технологичная страна. Повторяю, просто большая бензоколонка, ничего не сделавшая для мира, не могущая произвести даже автомобили. И мы видим, какую они военную технику дряную производят. Потому что то, что к нам пришло на наши дороги, это страх и ужас. Ржавая, некомплектная, украденная 3000 раз до этого, вместе с жутко неподготовленными, немотивированные солдатами, в результате они потерпели уже локальный разгром. Я вам хочу сказать, Украина победила, и Украина глобально победит. Ни у кого в Украине и в мире уже сегодня нет никаких в этом сомнений. Помогите нам немножко, мы закончим начатое. Дмитрий, спасибо. Уважаемые гости, спасибо. И еще раз, ну, огромное соболезнование всем, кто потерял сегодня своих близких в Краматорске. Мы с вами всем сердцем. До свидания.